Друзья, если вы поставили на крышу своего дома солнечный коллектор и подумали, что это один раз и навсегда, его не нужно обслуживать, это не так. Коллектор обязательно хотя бы раз в год по весне нужно мыть, для того, чтобы он был более эффективен. Сейчас покажу вам, как это делается. Совсем, в принципе, не сложно. Нужно приготовить керхер, ну или какую-то другую мойку высокого давления. Можно, конечно, и вручную, но все-таки подручнее с керхером. Обязательно средства. И сейчас мы проведем весеннюю профилактику. Ну и запустим его, конечно же. Так, ну все. 5-7 минут прошло. Можно смывать. Существует. Академия. Вот, в принципе, и все. Готово. Теперь преломление солнечного света на колбах будет максимальным. Вы, кстати, спросите, а что, дождь не моет коллектор? Ну, моет, конечно же. Но это как с машиной. Скажите, машина чистая от дождя. Вот здесь то же самое. Потихонечку колбы обрастают пылью, и эффективность коллектора снижается. Хотя бы раз в год, но лучше, конечно, пару раз в год его нужно мыть. Пока еще не стоят бочки для сбора дождевой воды, для полива. Поэтому химия не страшна. Уйдет в землю, и все будет в порядке. Все, друзья. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на канал. Смотрите другие наши ролики про солнечный коллектор. Про то, как мы его монтировали, какую эффективность он имеет. Особенно в холодное время года, ну, где-то с ноября по март, я все это рассказываю. Обязательно оставлю ссылки в описании к этому материалу. Ну, про курятничек тоже можете про наш посмотреть автономный. Подолгу не бываем на даче. И с корочками все хорошо. Так, ну все. Пока. Продолжение следует...